Причем очень быстро и даже не получив желаемого. А это, в свою очередь, изрядно ускоряет процесс созидания. Этот принцип применим к излучению и посыланию. Так, красотень. Такая супер красотень. Ну что, слушаем Клаун Джонс, посылание любви. Посылание любви. С вами я, Эдем Салмановым Амстан. А, да. Чеки-чеки. Чеки. Что это за ощущение? Прочувствуйте, ощутите это. С каждым разом это будет получаться у вас все лучше и лучше. С каждым разом вы станете все сильнее ощущать посылание любви. И так, почувствуйте прямо сейчас, как это здорово светится любовью и в буквальном смысле излучать ее пространство, оказывая влияние на все вокруг. Ощутите также, каково это позволит любви вернуться к вам. Ведь чем больше любви к вам вернется, тем больше вы получите радости и счастья самыми разными способами. А чем больше вы получите, тем больше сможете дать другим. Если у вас ничего нет, то вам и нечего дать. Часто, когда мы стремимся что-то произвести, то считаем это проявлением эгоизма, испытываем чувство вины. Но в действительности, чем больше у нас свободы есть, тем больше мы можем дать этого другим. Вот почему следует позволять любви возвращаться к вам. Ощутите каталоги, позволить себе получить всю возвращающуюся к каждому. Через чью-то помощь, через благоприятное обстоятельство или просто через везение. Итак, каково ощутите-то? Что записывает, там записывает. Съемочкой ее. Что ощущаем, когда светимся любовью и влияем на всех вокруг? Съемочка. Съемочка шипает, помогает зим Ora, эти шпички. Съемочка, отоваривайся. О, хоть именные купюры. Надо сделать именные купюры. Так что вот, еще денежки у меня остались. Съемочка, с алмана, пойдет отовариваться еще. Чувствует, что наше желание реализовывается. Как будут чувствовать себя окружающие, когда это произойдет? Шопится. Татьяна Салмановна сейчас пойдет шопиться в гармонии с собой. В гармонии с миром, в гармонии с собой. Ах, это гармонизация. Ах, это супер гармонизация. Ах, это такая биоэпи. Такая просто биоэпи. Такая супер. Сейчас кроссовочки одяну. Морит, кроссовочки. Ах, да. И теперь вы можете сделать следующий шаг и идти к новому проекту. Создать у чего-то нового и прекрасного. К тому, чтобы посылать еще больше любви. Все складывается удача. Все, мама, вырубалась рисунка. Таково это вам сейчас. Буква так учится, светится. Я не поняла. Подоснушку. Это новая перестановочка. И привлекает к себе все, что вы позволите. Это сумка гель. Вторая сумеет. А, вот, я нашу. Прямо это, прям аж при себе. Так, вторая аж при себе. Мы поделим, что мы себе исполняем. Двадцать два. Ах, двадцать два. Ах, жди меня, я вернусь. Дорогая. Вот тебя. Ах, это, голота. Голота-касочка. В общем, эти шоперца. Ни в чем себе не отказывай. Ну, хорошо, дорогая. Подгоняй уже эти хамеры. Подгоняй эти хамеры. Я уже нахожу. Я уже такая захожу. Ох, это такая супербиайка. Собираетесь достигнуть при помощи. Ох, супербиайка. И тогда вы ничего не сможете у меня купить. И не сможете мне помочь. Вот почему, реализуя свои мечты, превращая себя в человека, которого везет, которому всегда сопутствует успех, вы в действительности оказываете поддержку всем окружающим. К тому же вы становитесь примером для подражания. Другим будет приятно находиться рядом с вами. И людям с удовольствием станут помогать вам. И это не удивительно. Ведь рядом с вами они получают вашу любовь. То, в чем они так нуждаются. То, в чем они так хотят. Итак, вызовите ощущение излучения и посылания любви прямо сейчас. Каково оно? Знаете, желаемое уже создаётся. Нет необходимости визуализировать его. Но если желаете, то можете это делать. Главное, создайте это ощущение. С максимальной чёткостью прочувствуйте, каково оно. Излучать всё больше и больше любви. С любовью воздействовать на всё вокруг вас. Ощутите, как на окружающих снисходит умиротворение. Как они начинают светиться счастьем от того, что получили посылаемую вами любовь. От того, что все обстоятельства складываются самым благоприятным образом для всех вокруг и для вас. И всё благодаря той любви, что вы и посылаете в мир. Это безумительный метод. Ведь создавая с помощью любви что-то для себя, вы в то же самое время помогаете всем вокруг. И это прекрасно. Даже если вы выигрываете во всём, в чём только возможно, не проиграет никто, так как окружающие будут получать от вас то, что им нужно. Таким образом, постепенно сложится ситуация, в которой вы избраны и все. А теперь почувствуйте, каково это. Войти в комнату и окунуться вдруг в атмосферу любви, которую излучают находящиеся в ней люди, будь то один человек или целая сотня. Они светятся любовью. Их любовь летит в мир и воздействует на всё вокруг. Мир становится спокойным. Все вокруг умиротворяются, чувствуют себя лучше, счастливее, ощущают вдохновение и подъём. Всё начинает преображаться под воздействием любви, посылаемой вами. Создайте это с помощью ваших ощущений. Продолжайте ощущать, как приятно посылать любовь. Пока это ощущение сохраняется, вы знаете, что любовь достигает тех мест, куда вы её направляете. И нет нужды видеть, как это происходит. Лучше всего вообще не обращать внимания на то, что происходит вокруг вас в данный момент. Потому что всегда нужно найти достаточно оснований для вопроса, действительно ли любовь излучается. Получается ли у меня посылать любовь? Я отвечу, да, получается. Возможно, сейчас вы ещё не видите всех изменений. И, конечно же, многое из того, что произойдёт, вы никогда не заметите. Отходя от вас, люди будут говорить друг другу, знаешь, каждый раз, когда рядом появляется этот человек, я чувствую себя лучше, ощущаю вдохновение. Хотелось бы, чтобы он чаще был в ряду. Его присутствие делает мою жизнь по-моему. Вы можете не знать, что вокруг вас происходит много позитивного. Поэтому не обращайте внимания на то негативное, которое, возможно, находится у вас перед глазами. Возможно, кто-то кричит на вас, а вы продолжаете ощущать, как это здорово излучать любовь, светиться ей. Что за этим последует? Неприятная ситуация изменится. И, скорее всего, больше никогда не повторится. Да, любовь настолько могущественна, что способна кардинально изменить ситуацию. Особенно, если вы, несмотря ни на что, удержите внимание на ощущениях от излучения любви. Что бы ни случилось, не теряйте этого ощущения. Результат превзойдёт все ваши ожидания. Так почувствуйте прямо сейчас, как здорово излучать любовь. Ощутите, что вы светитесь любовью. Ощутите, как поток света буквально льётся из вашего тела. Это удивительное, невероятное ощущение, которое с каждым разом становится всё сильнее. Соответственно, с каждым разом вы посылаете всё больше и больше любви. Теперь попробуйте испытать ощущение принятия. Да-да, почувствуйте, каково это принимать. Вы знаете, что уже послали любовь в них, поэтому теперь пришло время получить её назад. Ведь, получив любовь, вы сможете посылать в мир ещё больше любви. Поэтому почувствуйте прямо сейчас, как к вам вернулась вся любовь, которую вы посылали при самых различных обстоятельствах. Это ощущение можно выразить словами «Я выигрываю во всём». Всё складывается в мою ползу. Добавьте к этому тотальную благодарность. Вот что это за ощущение. При посылании любви мы также чувствуем благодарность и воодушевление от огромного привива радости. Поймайте, создайте это ощущение. Можете прибегнуть и к визуализации, но главное, создайте в себе это ощущение. Чем дольше вы сможете его удерживать, тем лучше станет ваша жизнь, тем легче вам будет во всём выигрывать. Если сможете удержать это ощущение в течение часа за сутки – хорошо. Потом увеличивайте время до двух, трёх, четырёх и так далее до двадцати четырёх часов. Пусть мысль об этом ощущении перед сном будет последней, а при просыпании – первой. Вы станете свидетелем самых удивительных событий. Лишь позвольте им войти в вашу жизнь. Но всякий раз, когда заметите, что потеряли это удивительное ощущение, что больше не излучаете любовь и не испытываете благодарности за её возвращение к вам, осознайте, что в этот момент позитив не создаётся. А потому без промедления вызывайте это ощущение вновь. Ведетация подошла к концу, а давайте поговорим ещё пару минут. Итак, вы хотите испытать ощущения от посылания любви. Чем сильнее эти ощущения, тем успешнее вы посылаете любовь. Так что же мы чувствуем, когда светимся любовью, когда излучаем её? Мы ощущаем радостное обладушевление, находимся в предскушении того, что случится что-то прекрасное. Верно? И мы стремимся к этим ощущениям так сильно, что хотим испытывать их даже тогда, когда не умеем полностью открываться и посылать мощный, постоянно усиливающийся поток любви. Например, вы хотите, чтобы произошло определённое событие. На первый взгляд кажется, что оно не становится ближе. Ну и прекрасно. Не беспокойтесь об этом. Может, долгожданное событие и не происходит в данный момент, но если вы продолжите ощущать его, как уже свершившееся, проще говоря, вы показываете себе картинку того, чего ещё нет, но тем самым создаёте позитивное ощущение, отчего, в свою очередь, изменяются лучшую сторону вибрации, излучаемые вами в мир. Вы же знаете, приближение разозлённого, пышущего гневом человека можно почувствовать, когда он ещё не вышел из зуба. Значит, такой человек излучает свои негативные эмоции в мир, воздействует именно окружающим. Кроме того, его вибрации влияют на то, что этот человек делает, и на то, что он к себе привлекает. Когда вы разозлились, всё валится у вас из рук. Всё получается не так. Наверное, вы и сами обращали на это внимание. Это не удивительно, ведь вы привлекаете то, что сами излучаете. Поэтому, когда вы что-то делаете, и вам кажется, что ничего не выходит, продолжайте вызывать в себе ощущение, что всё получилось как нам. Понимаю, как это звучит странно, но прошу вас, продолжайте ощущать, как здорово излучать любовь, которая летит в мир и создаёт всё, к чему вы стремитесь. Продолжайте, несмотря ни на что. И что же вы думаете? Произойдёт так, как вы того хотите. Каким-то волшебным образом обстоятельства сложатся, как надо, и вам останется лишь раскликнуть, «Ух ты!» Не мог и предположить, что всё произойдёт именно так. Вы только посмотрите, вот это совпадение. Вселенная найдёт нужный путь, однако мир устроен так, что желаемое приходит в мир и в нашу жизнь с определённой задержкой. Мы посылаем любовь, но проходит какое-то время, прежде чем изменения станут заметны. И даже после того, как мир уже изменится, нам потребуется определённое время, чтобы заметить перемены, увидеть доказательства того, что они произошли. Поэтому приходится опираться на дело и всегда набережать события. Итак, вы работали над созданием чего-либо и достигли желаемого. Вероятно, вы сразу перейдёте к следующему проекту, верно? И снова, поначалу вам может казаться, что дело не движется, но это не так. Процесс уже запущен. И если вы продолжите упорно работать с любовью, он значительно ускорится. Процесс созидания начинается почти мгновенно. Почти. Потому что на некоторые детали уходит больше времени. Вопрос не в том, что на ваш проект требуется больше времени. Просто иногда для его воплощения должны сложиться ещё кое-какие обстоятельства. Мне трудно это объяснить, но нередко работая над одним проектом, я занимаюсь ещё и каким-то другим. Конечно, я задумываюсь, сколько времени потребуется мне на этот второй проект. Запасно, но зачастую получается, что никаких подвижек по нему не происходит до тех пор, пока я не закончу первый, основной проект. А затем в панк приходит именно то, что я пытался создать параллельно. Вот так. Видимо, подсознательно я всё-таки ожидаю завершения основного проекта, потому что, оглядываясь назад, говорю себе, всё сложилось наилучшим образом. Ведь если бы второй проект реализовался раньше, когда я в своём нетерпении хотел этого, то возникли бы проблемы с осуществлением основного проекта. Так что лучше всего просто позволить событиям разворачиваться своим чередом. А вы сфокусируетесь на ощущениях и эмоциях от того, что вы как будто уже получили желаемое. Даже если в этот момент вы наблюдаете прямо противоположное. Воспринимайте этот процесс как забавную игру. А со временем, когда вы добьётесь каких-то позитивных результатов и увидите, как жизнь изменяется под вашим воздействием, это станет для вас интересным приключением. Порой я могу сказать себе, ой, какой кошмар. Но я не собираюсь это ощущать. Я не стану вовлекаться в происходящее, а буду чувствовать то, что хочу чувствовать сам. А хочу я чувствовать то, что излучаю любовь, посылаю её в мир, воздействую на всё вокруг. Я хочу чувствовать, что реализуется всё, о чём я мечтаю. Ведь именно это даст мне положительное ощущение. И я создал эти ощущения прямо сейчас, ещё до того, как мои мечты сбудутся. И вот тогда получается, что ситуация начинает складываться сама по себе. То, что я старался ощущать, то, что я таким образом создавал, вдруг реализуется. И тогда, конечно же, я снова испытываю позитивные чувства. На этот раз потому, что событие произошло уже по-настоящему. А я к этому времени нахожусь уже на следующем этапе, создаю что-то новое, ещё более интересное. И каждое достижение становится ступенькой, по которой я поднимаюсь вверх. С каждым разом всё выше и выше. Так же и с деньгами. Есть поговорка «Деньги идут к деньгам». И это действительно так. Но столь же верно и то, что легко заработать деньги, когда у вас их нет совсем. Потому что в этом случае вы точно ничего не потеряете. И если вы знакомы с богатыми людьми и знаете, как они работают, то знаете и о том, что они используют в бизнесе не свои собственные деньги, а не свои собственные деньги. Деньги они походят или средства нет. Сейчас я переодену. Купила. Сходила, купила два кило помидорок. Ох, два кило помидорок. Сейчас я раздену кроссовочки. Вам всё это расскажу. Покажу помидорки. Два кило помидорок на 100 рублей по 50 рублей. И переодену обувь по мою ручки. Вам всё расскажу. Ох, сумочка. Ох, такая VIP. Такая супер VIP. Дело в том, что в них выработалось негативное отношение к деньгам. И теперь они считают, что деньги — это плохо. Деньги — это источник жадности. Это не так. Богатство и изобилие никого не делают жадным. Если богатый человек жаден, то он был таким и до того, как я... Сейчас помол ручки. Милон. А, хотя она сама... Ручки к нему нам были рады. Срыхаем. 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 Кстати, по своему опыту скажу, что на себя было очень удобно находиться рядом с богатыми людьми. Ведь, чтобы я не продавал, они бы и позволили к себе это не было. Причём, они могли покупать с ним, были дорогие здесь взаимодалов и услуг. Поэтому я всегда ориентировался на состоянии нахуй. И на то, можно услышать, что богатый очень тяжелый. Собирает не зацепь. Я ничего подобного не заняты. Но, когда я предначённо не было такого ощущения. Ведь если бы кто-то английский играет, такое ощущение и такое зону, то, что не хочет не тратить, он будет изучать право. Даже музыка смогут включать. Просто красотень. Просто красотень. Сейчас я вам покажу. Выложу. Сейчас чуть убавлю, выключу. Так, этот мук я выключу. Ну что, макарошки я отсюда уберу. Макарошки уберу. Что, эту штучку тоже уберу? Муку. Муку сюда поставлю. Муку. Муку сюда. Вот это вот сюда. Макарошки я тоже, я тоже, например, капусту может быть, в холодильник поставлю. Макарошки я положу сюда в буфетик. В буфетик, в буфетик. А, вот эти запасы вот эти, салмановные. Ну что, вы уже сюда идти. Какие хорошие помидорки. А, от себя и пи-помидорки. 2 кг. Представляете, набрала. Я подавляю пакетик, я наберу себе помидорки, и ровно на 2 кг. 50 рублей напротив магазинчика. как называется магнит. Там такой лоток, большой ларек. В общем, женщины торгуют голубикой, различными фруктами, овощами. Зелень по 40 рублей. Имейте ввиду, зелень по 40 рублей. Вот эти помидорки намного лучше, намного лучше, чем в магазинчике 7 шагов. Обратите внимание, вам видны помидорки? 2 кг. помидорок. Это вот цукини, которые Василь Врианович привез. Сейчас еще выложу огурчики, которые он привез, чтобы вам показать. Мешочек огурчики. Должен быть порядок. Порядок, порядок. Так вот я сюда положу огурчики вот сюда сюда, я выцеплю, потом надо будет помыть. Огурчики. Ах, кстати, у калмана любят эти селады. Селады. Огурчики. Ах, эти огурчики со своего огорода. Ах, у нас кошка, кошка любит, кошка Африка, любит кормить и сама кушает из парничка огурчики и кормит своих друзей. Кошка Африка, имейте ввиду. Так что вот. У меня стоит большая очередь. Татьяна Салмановича пишет сценарий. Эти кошки говорящие. Конфетки неугомонные. Конфетки неугомонные. Девушки, бегите быстрее к первому подъезду. Там сидит такой парень. Вы будете не зачарованы. Он там по телефону разговаривает. может быть там еще сидит такой мужчина. Ах молодой красавец. Просто Том Круз вообще отдыхает. Такой парень сидит. Боже мой. Быстрее бегите. Хотя он может быть женат. Хотя он со мной пошутил. А какой магазин пошел с мальчиком. Наверное тоже женат. Он там сейчас в магазинчик пошел. В общем зелень ему там делают. Ах какой мужчина. В общем не будем отвлекаться. Огурчики. Да огурчики. Кстати мужчина знаете на кого похож? Дмитрий с пятого этажа. Честно внешне. Я на него взглянула вот так вот. Так что вот. Ну эти сценаристы понимаете они сценарий пишут. Надо же деньги зарабатывать 15 тысяч рублей за электричество. А смотри огурчики. Ох эти помидорчики огурчики мой стелл бренд ресторанте фирменный стелл рапсовое масло. Ох это рапсовое масло. Ох такое я люблю такие эти развалы. Завалы вкусной еды. Еще прикупить. Ох вообще да как хорошо будет знаете вот эти олигархи понимаете у них вот такие олигархи олигархи на самом деле. Как хорошо знаете вот это шопится в органик вот в органик о как я скучаю по этим временам в органик в органик я вообще ничего не готовила и была женой по-римакс влодански ох еду там на хаммере в органик шоп и все готово и супы и суши салат и все такое вот приеду знаете этот марш суп суши органик фисташки все такое органик органик кофе молоко 0% милк ох мороженое тоже 0% милк но в обычном магазине так что 0% милк в этом мороженое 0% только вот эта которая такая шоколадная штучка она немножко вот так что вот такие вот дела и походу мужчина я как немножко отвлечься понимаете как столько такого я просто оценила их вот это такие привлекательные мужчины как то я в них взглянула оценила так что не иметь ничего я сама знаете как это говорится сама она сказала ничего не имею ввиду так что как обезвредить вот этого агента он наверное следит за кем-нибудь как обезвредить короче а вы что думаете во-первых таких красивых этих наверное не берут вот это вот а потом сейчас как там девицы набегут как ему будет вот это он там следит за кем-то так что вот это агента 07 он там сидит за кем-то следит а как он будет следить сейчас там девицы набегут, там бежит 100 девиц, так что вот, и все, а его как ветром сдуло, так что вот, и все, короче, как обезвредить противника, дать ему рекламу, ну да, я ему дала рекламу, все, его сейчас обезвредят, там стоят, девушек, как это, как ринут из этих вообще вот это туда, и все, короче, пиши, пропало, короче, парня, парня уже убили, если, конечно, нет, нет, не женат на расхват, и все, короче, и все, короче, так что вот, пожалуйста, пользуйтесь моим ноу-хау, ах, эти помидорки, в общем, не будем отвлекаться, это к агенту 007, так что вот, вы что думаете, там правда кто-то вот это вот, там уже никого нет, уже все, короче, было, было и прошло, я не поняла, деньги так и будут лежать, вот эта мелочь, так и будет около этого наличия на площадке, она так лежать, так что вот, и она никому не нужна, эта мелочь? Если она не нужна, так отнесите, отдайте, я не знаю, бедному, отнесите в собор, там собор построен, так что вот, ну что, такие шоки-шоки, думаю, еще в семи шоках, в общем, в самом деле, люблю, знаете, вот этот продукт, в общем, как-то вот этот селат, фирменный селат, вот мой такой, ну, я вам уже про фирменный селат говорила, так что я очень люблю, сейчас, на самом деле, я вообще Василию Леонидовичу говорю, сейчас такой вот период, этот конец августа, нужно есть овощи, фрукты, конечно, если бы я была в такой вот этой золотой карточке, вы поняли, да, вот эта золотая вода, VIP, ой, я бы их там все вообще, там голубика по 700 рублей, такие фрукты-фрукты, я бы, конечно, там накупила вообще, там, я этих купила, сейчас же время, и арбузов, и дыни, я бы там посмотрела, ну, вы поняли, да, это все накупать, накупать, то все деньги надо, а так вообще голубика, какая красивая голубика по 700 рублей, и различные там, и вот эти вот, как говорится, и персики, и нектарины, и лисички вот там продаются, и зелень, как полезна зелень, и петрушка, и, в общем, на самом деле, вот нужно, вот эти витамины, витамины, эти целы, я вновь так вот люблю, в Америке такого нету, это у нас как-то привозят в ЮГО, в Америке такого нет, там органик шоп, что зимой, что летом, вот эта вот клубника органик, в общем, как-то, вот это там ассортимент такой, в принципе, но, правда, там есть, знаете, фермерский магазин, там был такой фермерский один, в общем, так что вот, ну что, что я могу сказать, в общем, сходила, сходила, купила помидорки, вот, потому что у меня есть, конечно, немножко помидорок, ну, и, знаете, я как-то обычно привыкла, знаете, баджи-баджи, ты кому-то беру, там, одну помидорку, там, один огуречек или два огурчика на салат, а так, знаете, конечно, сейчас, когда по 50 рублей помидоры и огурцы по 50 хорошие, нужно ни одну помидорку брать, ни две, но я три раза в день ем салатик, так что, я, знаете, там, варю макарошки с соевым мясом или картошечку, с соевым мясом, с помидорками, с салатиком, я считаю, что, знаете, как там, сейчас такое время, такие овощи, что нужно не одну, знаете, там, по три помидорки три раза в день, знаете, по вот это вот, то есть, ну, в общем, как-то, ну, вы поняли, да, идею? Так что, вот, еще чесночка, знаете, с чесночком, с этим смазком масло, вообще, Татьяна Салмановна, я же привыкла, они баджи-баджи, у меня почти всю жизнь, что-нибудь такое, вот это вот там, мыло там купить, вот это там купить, масло, вот это помидорки, вот там хорошее, еще можно в пятерочку сходить, и вот-то где-то с мишагой, все так, где, знаете, промониторить, где там со скидками, я так, в общем, вот так. Я, конечно, так в Америке не жила, я, конечно, эти все самое лучшее, вот это самое лучшее и так далее, ну, в общем, как-то объяснять, вот. Ну что, 29 минут позитива со мной, Татьяна Салмановна, Мактун, Сайфудин, а уж 30 минут, ну, великолепно.